Змей боятся в лес не ходить. В городских больницах водят сыворотки на всех укушенных, говорят врачи. В наших краях водится только один вид ядовитых змей. Это гадюки обыкновенные. С мая по сентябрь они особенно активны. Их можно встретить не только в дремучем лесу, но и в парке и в лесополосе. Яд гадюки не смертелен для человека, но вред может нанести немалый. Укус змеи гадюки, он, конечно, чреват всеми осложнениями. То есть не вовремя оказанная помощь, это в основном может дать все осложнения и на сердечно-сосудистую систему, и на нервную систему. И в основном, так как он нефротоксический, то есть действует на почке, вплоть до развития хронической почечной недостаточности. То есть, если не вовремя оказанная помощь. Но летальных исходов от укус змеи не было. Что делать, если эта обыкновенная гадюка все же выпустила в человека свой яд? Прежде всего, нужно удалить его механически, то есть попросту высосать. По возможности полностью ограничить бедолагу в движениях, чтобы кровь замедлила свой ход. И срочно ехать в больницу. Сейчас посмотрим, нет ли в Петергофе змей. Фатима Юрьевна сказала, что они глухие, поэтому реагируют только на движение. Вот я взяла с собой палку, чтобы, если что, она от меня убежала. У меня, конечно, совершенно неправильная обувь, она должна быть закрыта. Но я на всякий случай взяла с собой антиаллергенную таблетку. Если что, она должна помочь. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Есть вероятность, что организм выдаст совершенно неожиданную реакцию на препарат. Вплоть до анафилактического шока. Поэтому лучше довериться профессионалам.